Мысли о том, что волнует и беспокоит, радует и огорчает, обретают свою жизнь на бумаге. Иногда они сами собой складываются в стихотворные строки, которыми как нельзя лучше можно рассказать другим, о наболевшем и о самом дорогом. Она нас вырастила, прокормила, учила нас труду и ловкости везде, часть сердца своего нам подарила, за это благодарны ей всем. Это поэтическое сочинение кадета пятого класса Анастасии Караваевой «Огромное признание в любви». Оно посвящено всем матерям. Чувством высокой благодарности к малой родине пронизано стихотворение Андрея Сычева. Здесь я вырос, здесь живу, и пока еще дышу, я поступок совершу, чтобы родину мою славить мне на всю страну, ведь уарва родное я люблю, как мать свою. Многие юные поэты в своих произведениях отвели место такому времени года, как «Весна», учащийся девятого класса кадетского корпуса напротив, ближе «Золотая осень». Я за осень многое отдать готова, за ее дожди, красивый листопад, просто погулять с тобой, не говоря ни слова, или пришептать, что до них попаду. Маша нисколько не испытывает волнения перед жюри и слушателями. В своем учебном заведении она часто выступает на сцене. Первый раз вдохновение пришло в 8 лет. Она написала про подснежники. Говорит, что теперь легче удаются строки про любовь. Ты посмотри, как прекрасен закат, прозрачные воды реки, как полон тот водопад огромной любви. Ты посмотри, как горы высокие, как ивы грациозно над озером гнутся. Не зря говорят, море любви, такая охота в него окунуться. Как и Мария Скворцова, некоторые участники мероприятия хотели бы в дальнейшем связать свою жизнь с поэзией. Начало их творческого пути уже отмечено членами жюри. И, возможно, именно эта встреча станет для них знаменательной в плане воплощения своих мечтаний в реальность. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова. Наш город.